Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, наш Господь! Ты единый вечный Спаситель! Кроме Тебя нет иного Бога. К Тебе мы прибегаем. И вся наша надежда на помощь Твою. Ты единый вечный Господь, заботящийся о Своем творении. Аллилуйя! Спаси нас, Господи, помилуй! Спаси и благослови! Хвала Тебе, наш Господь! Слава Тебе! Господи, благослови юных! Откроем истину Твою! Ибо они не знают ничего о Тебе, ни в школах, ни дома не преподают. И как бесследно они исчезают, как мошкара с этой земли, и не оставляя следа. Пощади, Господи, обрати, наставь! Хвала Тебе, мой Господь! Слава Тебе! Кроме Тебя нет иного Бога, столь любящего создания Своем! Слава Тебе за святых пророков, которые оставили нам Слово Твое! Аллилуйя! Слава Христу! Слава! Человек, если носит крестик, он напоминает о жертве Христовой, что Христос умер за него. Ты любишь, Господи, создание Свое, и пролил за Него кровь на Голгофском кресте, чтобы, веруя во Христа, человек имел жизнь вечную и был в раю, а неверующий будет брошен в озеро огненное с сатаною, где вечно будет мучиться с крежища зубами. Аллилуйя! Милостивый Господь! Благодарю Тебя! Не оставь нас и благослови Твоим Отеческим благословением! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Аллилуйя! Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое! Да придет Царствие Твое! Да будет воля Твоя, як он на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, как и мы оставляем блажнякам нашим. Сына силы решения! Избави нас от лукавого! Ибо Твое есть Царство, сила и слава во веки! Аминь! Помилуй нас Господи! Помилуй нас! Аллилуйя! Это же буддистские вот эти! Так, у вас вопрос какой-то есть, нет? У меня есть вопрос, а это бусы, это не ж буддистские? Это да, это бусинки, это называются щетки. Они ж буддистские, они христианские. Это христианские. Да? Конечно. Это 10 десяток, 100 поклонов. А у буддистов 108. А 108 это псалом проклятия. Они не знают Бога истинного. Да и у буддистов-то настоящего Бога-то и нету. У них только человек, достигающий нирваны, Будда. Бога-то никакого и нету. Мы верим в Творца неба и земли, видимого всему и невидимому. И Сына Его Иисуса Христа, который был распят. Воскрес третий день. И снова придет судить этот мир. А вы где в монстре? Нет, это город Барнаул. Алтайский край. Знаешь такой? Да. Ну вот здесь мы находимся. Я был начальником детского лагеря 45 лет. У меня всякие дети были со всего Советского Союза. Разные национальности, разных вер. А к концу лета все одинаковые были. Все ходили в православные храмы, молились. А в Советском Союзе был атеизм. Да. Ну и что? Вы только по книжкам узнаете, а мы-то знаем, как это было. Сегодня, видишь, какая свобода. Молись. А если бы была советская власть, тут бы не было нигде. Ни интернета, ни мобильных телефонов, ничего не было. Как в Северной Корее. Вот еще, если телефон есть, его расстреляют за это. Парда, давайте. До свидания. До свидания. С Богом. Храни тебя, Господь. Спасибо. Во славу Божию. Господи, благодарю Тебя. И благослови это дитя. Да приводит с Ним мир и любовь Твою. Аллилуйя. Хвала Тебя, наш Господь. Дивны дела Твои, Господи Божий наш. Слава Тебе. Будь милостей к нам, Владыка. Сатана раздел людей всех. Благодарим Тебя, наш Иисус. Слава Тебе, Христе Божий наш. Слава Тебе, Христе Божий наш. Помилуй нас. На Тебя мы уповаем и славослоем Твое святое имя, Христе Божий наш. Сто тридцать шестой Псалом. При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. Наверх бы посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней и притеснители нашей веселья. Пропойте нам из песней сионских. Как нам петь песнь Господня на земле чужой? Если я забуду Тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прилип мне язык мой к гортани моей, если не буду помнить Тебя. Если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего. Припомни, Господи, припомни. Сынам Едовым в день Иерусалима, когда они говорили, Разрушайте, разрушайте до основания его. Дочь Вавилона, опустошительница, Блажен, кто воздаст Тебе за то, что Ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев Твоих о камень. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Благодарим Тебя, Христе Боже наш, за все Твои милости и дивное Твое долготерпение. Ты не желаешь смерти грешника, но чтобы все пришли к покаянию и прославили Тебя. Хвала Тебя, наш Господь! Коснись сердца этих детей, благослови их, чтобы жизнь их была по заповедям Твоим. Аллилуйя! Сраженная с сатаною валяется и падает в придорожной пыли, ничего не зная о спасении. Какое горе и разочарование ждет людей, которые не приняли Христа своим Спасителем! Боже мой, Боже мой, Боже мой, слава Тебе! Хвала Тебя, наш Господь! Ты позволил нам зайти сюда, в эту тьму, в этот Содом и Гоморру, чтобы возвестить людям спасение! Что Господь Христос умер за наши грехи, и человек, веруя в эту голговскую жертву, получает жизнь вечную со Христом в Царстве Небесном. А они, верующие, не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на них. И после смерти они будут брошены в гиену огненную, где плащ искрежет зубов во веки бесконечные. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Грешнику тяжело слышать, что ожидает его за жизнь его. Господи, прости нас и помилуй! Благодарим Тебя, Христе Боже наш! Эко насытилась и нас земных Твоих благ! Не лиши нас и Небесного Твоего Царствия! Но яко посреди учеников Твоих пришелось и спаси, мир дай я им! Приди к нам и спаси нас! Аминь! Слава Тебе! Аллилуйя! Господи, Боже наш, слава Тебе! Псалом 137 Славлю Тебя всем сердцем моим! Перед богами пою Тебе! Поклоняюсь перед святым храмом Твоим! И славлю имя Твое за милость Твою! И за истину Твою! Ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего! В день, когда я воззвал, Ты услышал меня! Вселил в душу мою бодрость! Прославят Тебя, Господи, все цари земные! Когда услышат слова уст Твоих! И воспоют пути Господни! Ибо велика слава Господня! Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали! Если я пойду посреди напасти, Ты оживишь меня! Прострешь на ярость врагов моих руку Твою! И спасет меня от десница Твоя! Господь совершит за меня! Милость Твоя, Господи, вовек дело рук Твоих не оставляй! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную! Ибо не послал Бог Сына судить мир, но чтобы мир спасен был через Него! Господи, пошли добрых проповедников, миссионеров, благовестников, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и всем вознеси о любви Твоей Божественной и Вечной! Ты не желаешь смерти гречника, но чтобы все пришли к покаянию! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Милосердие Твое велико! Долготерпение Твое славно! Помилуй нас, Господи, помилуй и благослови! Аллилуйя! Вы хотите что-то сказать? Никого и нету! Пока садился, человеку уже не стало! Слава Тебе, Христе Боже наш! Слава Тебе! Велики дела Твои, Господи, и милость Твоя бесконечная! Аллилуйя! Ты, Господь, единый и вечный! К Тебе обращаемся и просим Твоего благоволения! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Хвала Тебе, наш Господь! Прости и благослови нас, Господи! И даруй нам мирное житие во свете Евангелия! Благодарю Тебя, мой Иисус! Слава Тебе вовеки! Кроме Тебя нет иного, Господа Бога! Ты наш Спаситель! Аллилуйя! Прибудет с нами, Владыка! Тебе хвала, слава, честь и поклонение! За все Твои милости и щедроты! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне и пресно, и во веки веков! Аминь! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Ты единый и вечный Спаситель! Благодарим Тебя за Голгофскую жертву! Что Ты умер и распят за наши грехи! Что, верой в Тебя, мы имели жизнь вечную! Слава Тебе! Благослови нас, Господи, и помилуй! И пошли добрых благовестников, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам! И всем возвести любовь Твою, что за каждого из нас Ты пострадал! Чтобы, верою в Тебя, мы имели жизнь вечную, благословенную с Богом! Ибо верующие в Сына Божий имеют жизнь вечную, а не верующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем! И после смерти участь таких людей отчаяние и стон искрежет зубов в озере Огненном! А праведники возвеселятся и возрадуются! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! За Слово Твое, за Святую Библию, за Твоих служителей! Возвысь и сохрани Святую Православную Церковь! В Добанахах город на вершине горы сиялась всеми огнями! И служителей избавь от сребролюбия, от симонии, от всего, что не славит Тебя! Благодарим Тебя, наш Господь! Слава Тебе, всемогущий Создатель! Аллилуйя! Псалом 138 Господи, Ты испытал меня и знаешь! Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю! Ты разумеешь помышления мои издали! Иду ли я, отдыхаю ли? Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе! Еще нет слова на языке моем! Ты, Господи, уже знаешь его совершенно! Сзади и спереди Ты объемлешь меня И полагаешь на мне руку Твою! Дивно для меня ведение Твое! Высоко не могу постигнуть его! Куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там! Сойду ли в преисподнюю? И там Ты! Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя! Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня И свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит от Тебя, И ночь светла, как день, Как тьма, так и свет! Ибо Ты устроил внутренности мои И соткал меня в очлеве матери моей! Славлю Тебя, потому что я дивно устроен! Дивны дела Твои! Душа моя вполне сознает это! Не сокрыты были от Тебя кости мои, Когда я созидаем был в тайне, А образуем был во глубине утробы! Зароды ж мой видели в очи Твои! И в Твоей книге записаны все дни, Для меня назначенные, Когда ни одного из них еще не было! Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, И как велико число их! Стану ли исчислять их, Но они многочисленные песка! Когда я пробуждаюсь, Я все еще с Тобою! О! Если бы Ты, Боже, поразил нечестивого, Удалитесь от меня, кровожадные! Они говорят против Тебя нечестиво! Суетно замышляют враги Твои! Мне ли не возненавидеть Ненавидящих Тебя, Господи, И не возгнушаться восстающими на Тебя? Полной ненависти ненавижу их! Враги они мне! Испытай меня, Боже, И узнай сердце мое! Испытай меня, И узнай помышления мои! И зри, Не на опасном ли я пути! И направь меня на путь вечный! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Вы хотели что-то сказать? Нет! Нет? Я посмотрел на Вас, Вы долго смотрите, И одеты, не как другие! Может быть, Вы Что-то хотели больше узнать О спасении человека? Да, расскажите! У нас книга есть, Священная, называется Святая Библия! Вот она! И в ней две третьих, ну, три части так назовем! Первые две называются Ветхий Завет! Как мир был сотворен! Как жил еврейский народ! И предсказания о том, Что придет Христос! А вторая часть, Она раза в два с половиной, Даже меньше, Тоньше, меньше страниц! Называется Новый Завет! Всего в книге 77 книг! В книге одна бывает полстраниц, А другая бывает там полста страниц, Салтырь, Который я читал сейчас! Ему уже три тысячи лет! И там говорится о том, Как родился Христос! От Рождества справляют! Рожденное от Духа Святого и Девы Марии! И как Он страдал, и как умер на кресте, И умер за грехи людей! В этом весь смысл! Мы как-то ездили в большой миссионерской поездке, Господь позволил мне написать книги, У меня 38 томов вышло из печати, И я положил на сердце Подарить этой книге библиотеке мира! И мы проехали, мы в Барнауле живем, Мы проехали до Владивостока во все города, Я в крупные районы и центры завозил, А потом мы поехали на запад, Мы от Тихого до Атлантического океана, Португалия, Лиссабон, Прошли 6 мусульманских республик, Турции, В Азербайджане были, Мы в доме в Мулы ночевали, И там беседа у нас большая была, Мы, ну хорошие отношения, Мы в мечеть ходили вместе, А с женой потом мы пошли в православный храм, Прошли в Скандинавию, Прибалтику и север, Даже сейчас как вспомнишь, даже жутко, Мы два благовестника, шофер третий и собака, Потому что мы ночуем где-то в лесополосах, Чтобы утром зайти сразу в город и найти библиотеку, А там уже дальше видно будет, И вот сейчас назад так оглядываешься, Уже сколько лет прошло, Кажется, сегодня бы это невозможно было сделать, Это невозможно, Мы в день проходили в среднем на восток шли тысячи тридцать километров, Каждый день, В десять часов у нас отбой был, а в два часа подъем, Они менялись-то дорогой, Все время мы молились, Как только где молимся, Мы уезжаем за город, Поблагодарили Бога и опять дальше, Сами готовили, все с собой взяли, Ставка у нас была, вот когда дальше были, В Ростове, там шахты город, А второй год поехали, Это была Калужская область, Туда четыре с половиной тонны книг отправили, А потом там уже раскладывали, Это все можно увидеть на наших ресурсах, У нас очень большой YouTube, Вот он называется, Во свете Библии, А если во свете Библии добавите сайт, Зайдете на сайт, там все мои книги, А вот у меня внизу, это по скайпу беседовать, Имя, фамилия мое, Внизу, Последняя строчка, Мы с нуля строим православную деревню, Старинные благочестивые обычаи, Человек, который желает, Он должен сначала себя показать, Он не должен никогда лгать, Пить, курить, материться и воровать, Тогда мы будем с ним разговаривать, А это не просто так, Сегодня таких людей-то найти трудно, Потому что ищут другого совсем, Вот в Алтайском крае, Повторите еще раз, Из Библии прочитать? Да Ну я что могу прочитать сейчас, Из Нового Завета, Третью главу, Это называется, Сердце всей Библии, Третья глава, Евангелие от Иоанна, Тут мелковато для меня, Но я увеличительное стекло возьму, И буду считать, Вот смотрите, Евангелие от Иоанна, Третья глава, Евангелие от Иоанна, Четыре Евангелия, Это автор этого, Как-то мне удобно тут будет, Между парисеями, Был некто, Именем Никодим, Один из начальников иудейских, Он пришел к Иисусу ночью, И сказал ему, Равви, То есть учитель, Мы знаем, что ты учитель, Пришедший от Бога, Вам слышно, как голубь воркует? Нет. Не слышно? Все хорошо. Да. Сказал ему, Мы знаем, что ты учитель, Пришедший от Бога, Ибо таких чудес, Какие ты творишь, Никто не может творить, Если не будет с ним Бог. Иисус сказал ему в ответ, Истина, истина, Говорю тебе, Если кто не родится свыше, Не может увидеть Царствие Божие. Никодим говорит ему, Как может человек родиться, будучи стар? Неужели можно в другой раз войти в утробу матери своей родиться? Иисус отвечал, Истина, истина, Говорю тебе, Если кто не родится от воды и духа, Не может войти в Царствие Божие. А так крещение речь идет. Рожденное от плоти есть плоть, А рожденное от духа, Большую букву от Духа Святого, Есть дух. Не удивляйся тому, Что я сказал тебе, Должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, И голос его слышишь, А не знаешь откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Но здесь говорится о духом, Называется ветер. Ты слышишь ветер? Свистит, жужжит. А откуда он пришел? Ты не знаешь. Так и духовно рождается человек. Я вот 23 года пришел к Богу сознательно. Хотя с детства в религиозной семье я верил, Бог есть. Меня Бог сохранил. Мне вот 80 лет уже будет в июне. Я ни одного матерного слова не сказал. Мы боялись этого дела. Не воровать, С женщинами дело не иметь. Господь от этого сохранил. А книг то не было, Мы ничего не знали. И после армии в 23 года я впервые Евангелие получил, Библия. Вот это она не целиком была, А вторая часть вот эта. И прочитал ее и покаялся в этот же вечер. И истинно говорю вам, тебе. Мы говорим о том, что знаем, И свидетельствуем о том, что видели. А вы свидетельства нашего не принимаете. Это относится и к нам. Вот я кому начинаю рассказывать. Ну, как считают. Раз к Богу пришел, значит, Какое-то у меня было трудное положение. И безвыходное. Там болел сильно. Или жена ушла. У меня наоборот все открыто. Я в морфлоте служил. У меня отличное здоровье. После армии я опять устроился на Балтике. Добиваюсь разрешения. В училище учусь. Три курса за год сдать. По выбору комиссии. На английском, немецком или французском. Передо мной жизнь вся открыта. А в душе пустота. Зачем я живу? Я умру и что дальше? Я знаю, что дальше огонь. Я погибший. Меня никто не мог убедить, что я спасусь. Нет. Вот на иконах святые, это они да. А я нет. Я буду там, где сатана. Я буду мучиться. Хотя я совсем не делал, что люди делают. А внутренний голос говорил. Я грешник. И грешник пропащий. И вот тут я впервые узнал, что за мои эти грехи ответ уже был. Господь ответил. Христос. Он умер за мои грехи. На кресте. Страданиями на кресте меня он искупил. И кровь свою пролил. И здесь говорит. Никто не восходил на небо. Страданиями на кресте. Так должно вознесено быть сыну человеческому. Дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир. Но чтобы мир спасен был через него. Верующий в него во Христа не судится. А неверующий уже осужден. Потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету. Дабы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету. Дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Вот почему люди, которые живет так скверно. Здесь всякие люди-то. Они начинают кривляться, ругаться. Вот только за последние где-то 8 месяцев мне пришлось заблокировать. В черный список отправить 7500 человек. Которые на меня нападают. И при том, среди этих тысяч человек, я не знаю, может мусульманины два. А остальные все православные. Ну неверующие, ну видно что русские. Безбожники, священники. Я говорю правду, никому не приноравливаясь. Так вот я и говорю, вот а вот так. Вот поэтому так-то. А людям не нравится это. Я говорю, что так вот управлять народом. Сейчас правители делают, разграбляют страну. Они перед Богом отвечать будут. Господь обязательно взыщет. Слава Христу. Слава. Аллилуйя. Слава тебе Боже наш. Слава тебе.